Войска освободили, все. Да, они в Востоке. А как вы относитесь к тому, что сейчас они хотят эти острова, вот, да, вот, Курильские? Как вы ваше отношение к этому? Своя политика, естественно. Мы тут положили много своих людей, поэтому хотим, чтобы, раз мы завоевали эти, как говорится, острова. Они с Попробовиком были эти острова. И, конечно, сейчас их в наше мирное время. Их отдавать нельзя по многим причинам. А страна Японии, которая отвоевывает у моря с землю, у моря отвоевывает. Песок накатывает, его хоть как-то увеличить. Это делают многие приморские страны. А здесь рядом такая страна. Курилы, Камчатка, Славин. А впереди еще необъятное царство. Сибирское, Московское. Все имеем, девочки. И таланты имеем. И вот таких ветеранов имеем, которым уже сколько бы лет ни было. Вот скажи им сейчас, встать под ружье. И они забудут. Я, как говорится, готов стать под ружье в настоящее время. Да, вот это абсолютно точно. Это поколение. Тут приходил, я врач приходил, в поликлинику. И что-то я пришел и говорю, давление что-то у меня. Да, я говорю, с таким давлением, ты еще солдат, Мерсенович. Девочки, отлично. С таким давлением, и ты еще солдат. Конечно, Владимир Владимирович, это очень важно. Поколение удивительное. И когда где-то они слышат в отношении себя. Мы стояли грудью, понимаете? Конечно. У нас не было таких людей, которые струсили или что-то. Только вперед. Только вперед освобождение нашей великой Родины. За Сталина вперед. А скажите, что бы вы хотели пожелать нашей молодежи? Вот ваше пожелание. Вы знаете, я что бы хотел пожелать нашей молодежи? Во-первых, брать перелив со стариков, которые были преданы нашей Родине. Я помню, у нас брали в армию, или мы уходили в армию. Мы уходили с песнями на фронт. Нас провожали с гармошками. Город знал, что эти люди идут защищать страну. И хотел бы нашей молодежи сказать. Берите пример со старых фронтовиков. Дорожите своей Родиной. Знайте, что кроме вас вся страна смотрит. Будьте преданными. Вот так. Ну, в принципе, у меня вопросы все.